Павел Толш Вот на наших ранах характеристики бойцов Рекорды, возраст, рост Что интересно, целых 8 сантиметров в росте преимущество у Дениса Лаврентьева Я еще хотел отметить, что об этом позже сейчас у нас очень активно начинается поединок Денис Лаврентьев сразу забрал спину своего бразильского оппонента Очень стремительно все развивается, прошло всего 15 секунд от боя А у нас уже первый тейкдаун Очень быстро поднимается на ноги бразилец Что же, мы видим, как японское дзюдо побеждает пока что бразильское джиу-джитсу Пытается бразилец отвечать локтями за спину Очень тяжело ему, но он очень ловко Выпутывается из этого положения Ловко и красиво Да, это был очень зрелищный такой обход соперника через низ Ну это как раз вот одни из приемов бразильского джиу-джитсу Да, буквально кувыркнулся Флавио Досима Сейчас вот ворачивался от ноги Денис Лаврентьев чуть поубавил Пыл Что я хотел сказать в начале пейнинга Несмотря на промежуточный вес Может бойцы не дают мне договорить Несмотря на промежуточный вес Оба спортсмена находятся в прекрасной физической форме Это видно Вот сейчас отлично попадает Да, хороший такой свинг запустил Денис Да, еще прыгнул навстречу Флавио Досима слегка Увеличил нанесенный себе урон Да, мы все помним этот удар Федора Миляненко По Андрею Орловскому Федор Миляненко сегодня присутствует в зале Да, поэтому не зря мы его упоминаем Может подойти уточнить, как он это сделал Нужно встречать бразильца И вот Клинчуя Денис Лаврентьев Выпускает колени Жесткие колени вставляет бразильец раз за разом Пытается переводить в бартер Вот сейчас схватил ноги Денис Лаврентьев Вложил противника на стилринг Пытается попасть в маунт Денис Но очень-очень ловкий и быстрый бразилец Очень хорошо выворачивается Да, при этом оттал шею, но вывернулся Очень изворотливый бразилец Выступает против Дениса Лаврентьева Вот хороший очень бросок И вновь дзюдо победила джиу-джитсу В плане бросков Пытается сейчас освободить руку Денис, если я не ошибаюсь Делает это Находится он практически в маунте Немного неудобно ему Вот теперь он в маунте Нужно только разжать руки сопернику Бразилец очень хорошо защищается Смотрите, вот он закрыл замок Да, бразильцы в принципе славятся своей работой в положении снизу Сейчас это очень поможет Флавио до Сильвии Ну что же, получится у Дениса забрать шею сейчас Смотрите Судя по всему, делает он это Пока что сопротивляется изо всех сил бразилец Но упорно Денис продолжает давить Нет, не заправил он туда плотно руку Да, бразилец смог избежать удушающего приема Но продолжает пропускать удары по голове Очень долго уже в бэк-маунте находится Денис Но зато Денис закрыл очень хороший замок из ног И Денис продолжает наносить сокрушительные удары по голове своему оппоненту Тем временем остается всего лишь минута в первой пятиминутке Ну этого достаточно, чтобы провести прием удушающего Да, посмотрим, как Денис завершит первый раунд Тем более бразилец раз из раза пропускает сильные удары Сзади те, которые он не видит И это особенно и обидно, и больно для него Так, слово об ударах у Дениса Лаврентьева Все три победы нокаутами, все три ударами Так что он может бить Вот приемы как-то пока не получаются Бразилец визуально очень легко освобождается от руки Дениса Но очень плотно ноги застегнул Денис Не отпускает он от себя бразильца Да, прицепился так, как жук Больно прилипан к спине бразильца Не отпускает, наносится крушительные удары раз за разом Пытается его стряхнуть Флавио до силы Но ничего у него не получается И только сирена по окончании раунда Спасает бразильца Отличный раунд АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Секунданты покидают октагон. Ну что же, а у нас второй раунд. Второй раунд. Второй раунд. Да, продолжается поединок. Напомним, это так называемый кетч-вейт. 62 килограмма. Не стали гонять бойцы. Решили сражаться так. Достаточно легко дышат бойцы. Видно, что еще не устали. Еще готовы активно продолжать этот поединок. А вот очень хороший. Левый боковой. Исполнение Дениса. Но тем не менее, очень агрессивно он отвечает на попадание. Денис тоже получил, откровенно говоря. Вот снова мы видим, кувыркается бразилец. Уж очень он ловкий. Тоже пытается как-то развернуть Дениса. Какой-то клубок они такой связались. Два бойца. Вот выбирается сейчас бразилец из этой ситуации. Очень верткий Флавио Дасилеван в партере. Ускользает из любых трудных для себя положений. Но и надо сказать, он держит очень хорошо удар. Он пропустил уже несколько сильных ударов. Да, и на лице у него уже появилась совсем небольшая, но тем не менее, сечка. Но она совершенно никак не мешает ему. Было видно, что в дебюте раунда, после пропущенного удара, Флавио Дасилеван действительно поплыл. Он нашел в себе силы агрессивно отвечать. Он очень быстро восстановился. Да, он очень быстро восстановился. Но Денис пока продолжает делать свое дело. И, на мой взгляд, это приносит ему очки. И, в принципе, выматывает бразильца. Потому что все-таки тоннаж пропущенных ударов со временем, оно все равно сказывается. Вот мы можем даже слышать, как тяжело уже дышат бойцы. У них сейчас очень энергозатратная борьба идет. Денис опять оседлал Флавио Сантоса. Да, вот без боя Сантос отдает спину. Сейчас пытается снова назад отвечать локтями, но все это не точно. Продолжает работать корпус голова по классической схеме Денис. Парафери уже призывает бразильца активнее защищаться. Очень сильно наносит удар сейчас Денис. И вот как раз его правая рука еще приходилась в область печени. Да, пробивает бразильца Денис. Колено в печень пошло. Сейчас снова сверху оказывается Денис. Продолжает наносить удары, обозначать работу. Но бразилец пытается изменить как-то для себя ситуацию. Во-первых, выпутаться и перевести работу в партер. Очень много ударов по голове пропускает бразильский боец. На удивление, долго он держится. Очень крепкий Флавио до сила. Но не нужно думать, что бразилец сдался. Потому что в любую секунду он может вывернуться и провести болевой прием. Давайте поддержим спортсмена! Вот сейчас подключает локти Лаврентих. Очень-очень неприятный удар. Здесь, да, бразильцам совершенно нечем защищаться. Полностью блокировал руки бразильца Денис и наносит удары локтем. Что, безусловно, очень больно и неприятно для бразильца. Особенно неприятно, что совершенно нечем защитить сейчас голову. Да, в очень тяжелом положении бразильский боец. Он по открытой голове пропускает удар за ударом. Да, амплитуда маленькая, но это все равно тоннаж. Вот пытается он защищаться открытой ладонью, но это не помогает. Я думаю, сейчас рефери должен будет остановить бой. Да, мне тоже кажется, что пора бы заканчивать, если честно. Ну нет, выпутывается бразилец. Не представляю себе, как можно продолжать работать после такого количества пропущенных ударов в голову. Даже слабо амплитудные удары в голову локтем, это очень тяжело. А он пропустил их уже штук 40, наверное. И продолжает бить Денис. Спасает сирена сейчас бразильцу. Ждем заключительные пятиминутки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Убедительная просьба секундатов быстрее покидать фортагон. Итак, началась заключительная пятиминутка этого впечатляющего по своей красоте боя. Очень активно работают бойцы. Огромное уважение им за это. Вот прямо сейчас они бросаются друг на друга в клинч. Подключает колени бразилец. Да, выставил бразилец. Просто град ударов. И сейчас снова Лаврентьев оказывается в партере в положении сверху. Проводит удачный тейкдаун. Контроль, контроль! Все классно! Подыши, подумай! Подыши, подыши, побей! Захлапывает замок бразилец на спине Дениса. И вот не дает ему занять положение маунта. Да, зажал еще ногу Лаврентьеву бразилец. Не надо менять. Пытается высвободиться Лаврентьев, попасть в маунт. Он хочет так же поработать, как у него это получилось в предыдущем раунде. Оттянись, побей, Денис! Да, 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 оттягивай его от себя. Очень выносливый бразилец. Вот так. Пропустил уже просто гору ударов. И все еще сопротивляется. И до сих пор опасен. Да, мне кажется, у Флавио Досилова такая выжидательная тактика. Он ждет своего момента, чтобы резко и быстро закончить поединок в свою порцию. Ну, очень непростой соперник у Флавио Сантоса, так скажем, Денис Лаврентьев. Совершенно не дает работать бразильцу. И нанес уже столько ударов. И продолжает их наносить. Потому что все это время он находится в положении сверху, контролирует оппонента и делает с ним что хочет, можно сказать. Ну, вот попытка удушающего. Сейчас забрал шею, мне кажется, Денис. Выбирает шею, но не может полностью перес... А выскальзывает бразилец. Третий раунд. Бойцы уже влажные. Очень тяжело захлопнуть ловушку. Ну, зато Денис был в положении маунта. И вот сейчас... Ну, вот сейчас он возвращается в маунт, снова разбивает бразильца. Теперь он в бэк-маунте. И вот несколько ударов уже прошли очень точных. А вот здесь колено в область лечени. Волосит колено в область лечени. Очень амплитудный, тяжелый удар коленом. Бразилец в очень тяжелом состоянии. Видно по нему сейчас. Переводит снова поединок в партер Денис. Пытается, пытается вырваться Клавио, но не получается ничего. Он очень мощные удары сейчас в область виска. Не защищает бразилец свою голову. Очень много уже ударов нанес Денис. Временем всего полторы минуты остается. Смотрите, забирает он все-таки спину. Но вот сейчас попробует он провести, наверное, удушающий. Или будет добивать. Но пока нет возможности забрать шею, поэтому Денис наносит удары. Мне кажется, бразилец уже откровенно плывет, смотря на его лицо. Я могу сказать, что он уже вряд ли понимает, где он находится и что происходит с ним. Но вот это тот самый результат того, что он пропустил очень много ударов во втором раунде. И вот сейчас пропускает в заключительном раунде тоже очень много ударов. На мой взгляд, на месте рефери нужно останавливать уже бой. Формально бразилец продолжает защищаться, поэтому на самом деле у рефери нет легальной причины остановить бой. Бразилец не отказывается от продолжения, он продолжает защищаться. Поэтому Денис может дальше бить его. Видимо, передумал Денис, пытаться придушить бразильца, решил он его добить. Чувствуя, что забирает бой, видимо, решил гнуть свою линию до конца. Не хочет отдавать шею бразилец. Сейчас пара мощных амплитудных ударов по голове прилетела бразильцу. Правда, таких ему уже за бой прилетело штук, это, 30, наверное, не считая мелко. Да, последние секунды этого боя. Ну и... Ну вот, отработать решил концовку Денис. И... Боя, мальчик. Ждем решения судей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так, бойцы на середину. АПЛОДИСМЕНТЫ В 11-ом поединке сегодняшнего турнира. И все-таки классным решением судей. Победу одержал Денис Лаврентьев. Ну что же, мы поздравляем Дениса с такой яркой и нужной для него победой. Главное, это победа заслуженная. Денис реально показал свой уровень борьбы, скажем так, вязкости. И одержал победу. Ну а Флавию Сантосу мы желаем поскорее восстановиться после этого поединка. 11-го боя. Денис Лаврентьев. Екатеринбург, добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего, я бы хотел поздравить всех россиян, всю Россию, всю страну с нашей сегодняшней победой в хоккее. Это большая цель всех с победой. Триумф нашей страны. Что касается моего боя, очень крепкий соперник был. План я выполнил. Это заключался тейкдаун и контроль партера. Но очень тяжело ориентировался в ногах, не дал усовывать ноги. От себя лично хотел бы поблагодарить людей, которые всегда рядом. Помогают мне. Всегда рядом. Это президент Федерации дзюдо Урал-Западная Сибирь. Еланцев Владимир Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Президент компании Галамарт Карепин. Извините. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Карепин Михаил Александрович. И президент компании Симолэнд. Симоновский Андрей Моисеевич. Спасибо вам огромное. Вы верите в меня и даете огромную поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатеринбург. Спасибо всем. Хорошего вечера. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Федерис Лаврентия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...